Сегодня торжественные церемонии ко дню Конституции состоялись во всех уголках Беларуси. Паспорта получили тысячи юных жителей страны. В Бресте ребят, отличившихся в учебе, спорте и творчестве, пригласили в Академический театр драмы. Здесь царила особая атмосфера. Документы гражданской зрелости 14-летние юноши и девушки получили из рук председателя Брестского гурсполкома Александра Рогачука. Уверен, что сюда отобрали лучших из лучших молодых людей нашего города. Сам факт вашего здесь нахождения, это ваш жизненный успех, элемент вашего жизненного успеха. Я не сомневаюсь, что через определенное время у каждого этот период, год-два, я буду вручать вам золотые медали и поздравлять вас с очередными достижениями вашей жизни. Самое главное, что вы живете в суверенном и независимом стране. Вы живете в самом красивом городе, в городе Бресте. И самое главное, что ваша жизненная позиция, ваши селевые жизненные установки нацелены на победу. Обладатели первых паспортов собрались не случайно. По сути, то, что сегодня выбрали именно их, символизирует элемент маленькой, но победы. Каждый из ребят заслужил эту честь. Они лидеры, они многогранны и талантливы, признаются события долгожданное и значимое, а потому немного волнительное. Ведь в отличие от своих сверстников, они получают свой первый паспорт из рук городоначальника. Вообще, это самый важный документ, который на данный момент есть. И благодаря нему может все, что угодно быть. Все от него будет зависеть, сможешь ли ты куда-то уехать или нет. Очень ждала, очень сильно, переживаю очень. Но это очень трогательно и очень важно для меня получать мой первый документ. Я ждала паспорта, когда, ну, очень-очень давно для меня это было таким знаковым, приятным событием, что наконец-то я буду расписываться в паспорте. Это просто для меня было какое-то долгожданное событие очень. Конечно, это очень приятно, что я удостоена того, что мне мэр города будет вручать паспорт. Юноша и девушки получили сразу два важных документа – паспорт гражданина и Конституцию Беларуси. А еще подарки, ценные сувениры. В лаконичной, но запоминающейся беседе они делились своими мечтами и рассказывали, каким видят дальнейший жизненный путь. Среди желаемых профессий – врачи, программисты, повара и военные, ветеринары и фармацевты. Пока что будущие медики, айтишники и спортсмены сидят за партами и точно сказать, кем станут, не могут. Но, понятно одно, эти ребята хотят быть полезными своей малой и большой родине. Паспорт – это символ гражданственности, это символ любви к родине, символ патриотизма. Нам очень важно привить молодому поколению вот эти чувства и понимание ценности паспорта, понимание значимости Конституции для жизни страны и для жизни каждого отдельного человека. Он должен быть активен, он должен быть позитивен, он должен участвовать во всевозможных мероприятиях как каких-то районных уровней, так и городского уровня в принципе в целом. Он должен, конечно, хорошо учиться, он должен иметь какую-то свою цель, мечту, к которой он будет идти.